Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое неожиданное видео. Я не планировал выходить в эфир, но пришлось. Совершенно нет времени, поэтому этот выпуск будет коротким, но я не мог не сделать его. Мне пишет очень много людей сейчас насчет сэндбокса, который бьет все рекорды. Он дорастал сегодня до 8 долларов за монету. 200 иксов за год происходит безумие. И так как я всех загнал сэндбокс еще год назад и очень часто говорил про игровые криптовалюты, я считаю своей обязанностью предупредить каждого, кто сейчас спрашивает, а стоит ли покупать сэндбокс, ману или экси-инфинити. Ведь эти игровые токены переходят в бесконтрольный параболический взрыв. Давай начнем с того, что такое blow of top. В переводе взорвавшаяся вершина. Это стремительный рост курса, за которым следует не менее стремительное его падение. Вот пример из инвестопедии. Вот так выглядит blow of top. А вот пример на биткоине. 2017 год. Недельный график. Каковы признаки? Бесконечный рост. Без значительных коррекций. Каждая новая свеча все длиннее предыдущей. И повышенный объем на каждой красной свече. Чем длиннее становятся эти зеленые свечи, тем ближе пик взорвавшейся вершины. После пика взорвавшейся вершины происходят большие падения, на которых люди, покупающие вот здесь на этом росте, теряют большие деньги. Возможно даже кредитные. Возможно даже вырученные за продажу квартир или транспорта. Что конечно же нельзя делать. Нельзя продавать квартиры, продавать машины, брать кредиты. Вкладываем только то, что можем потерять. Посмотри на топовые игровые монеты, Decentraland Mana, посмотри какой взрыв, Axie Infinity, то же самое, Sandbox, огромный непрекращающийся рост. Их графики очень похожи на то, что называется Blow of Top вершинами. Я ожидаю от них того же, что было с биткоином в 2017 году. Но это не значит, что весь игровой криптовалютный рынок посыпется. Нет, это значит, что люди будут выводить ликвидность из Sandbox, из Axie Infinity, из Decentraland Mana и будут заводить их в более мелкие игровые криптовалюты, которые либо еще не выросли, либо не выросли так сильно. Вот что по моему мнению будет происходить в ближайшем будущем. А значит более мелкие игровые криптовалюты будут стрелять и давать большие иксы, которые мы обязательно словим. Ведь мы купили их и готовы к этому взрыву. Поэтому мы и получим хорошие иксы на этих монетах. Конечно, Axie, Sandbox и Mana могут еще вырасти. Могут вырасти еще больше, но я бы не рекомендовал покупать их. Я бы рекомендовал покупать мелкие игровые токены, которые еще не так сильно взорвались. Какие? Посмотри в моих видео, ссылки в описании оставлю. Да ты, наверное, их и сам видел. Вот это видео, вот это видео. Недавние мои ролики про перспективные игровые монеты. Что касается меня, Axie у меня нет. Вот, Mana когда-то была, Sandbox у меня до сих пор есть. Я его сейчас постепенно, частично фиксирую. Я покупал его год назад и, честно говоря, не ожидал, что он вырастет настолько. Я думал, что он вырастет, но не настолько. На этом безумном росте я его продаю. Выводить в наличный доллар не буду, а буду покупать другие мелкие игровые токены. Думаю, вот что может произойти с топ-3 игровыми валютами. Ликвидность из них потечет в более мелкие, не сильно подросшие игровые проекты. Мы не покупаем зелень, мы покупаем красное. Помним об этом. Мы не покупаем пики, мы покупаем просадки. На пиках мы фиксируемся, а не наоборот. И напоследок, игровой сегмент криптовалюты, мета-вселенная, по моему мнению, будут частью будущего. Я собираюсь продолжать работать в том числе и в этом направлении в ближайшие 5, может быть 10, а может даже больше лет. Посмотрим. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, ты сегодня не сделаешь ошибки. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!